Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В торжественной обстановке глава муниципалитета вручил молодым людям паспорта. Делайте правильный выбор. Растите над собой. Никогда не стесняйтесь спрашивать, никогда не стесняйтесь развиваться. Расскажем о работе отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Большинство, конечно, это недоношенные дети. Это дети, которых мы любим и обожаем. Судьба человека – судьба страны. Краеведческий семинар под таким названием прошел в историко-культурном центре. Каждый человек, он, наверное, сопоставляет свою судьбу и судьбу города. Еще шесть юных жителей Ленинского городского округа получили свой самый важный документ. В торжественной обстановке глава муниципалитета вручил ребятам паспорта граждан Российской Федерации. О планах героев дня на будущее расскажет Юлия Пагасьян. Видновчанин Арман Бедикян учится в девятой школе. Увлекается боксом и мечтает спорт – сделать свои будущие профессии. Этот день для молодого человека особенно волнительный. Признается, настроение приподнятое, ведь сегодня он вступает во взрослую жизнь. Наличие паспорта открывает перед Арманом новые возможности. Когда имеешь паспорт, можно много чего делать. Сделать карту, идти, устроить на какую-то подработку, наверное, саму записываться в какие-то залы. Полная самостоятельность. Да. Вручать паспорта в торжественной обстановке стала традицией. Получить первый, самый важный документ из рук главы округа – особая честь. Сегодня ее удостоилось шестеро школьников. Делайте правильный выбор. Растите, растите над собой. Никогда не стесняйтесь спрашивать, никогда не стесняйтесь развиваться и учиться, сколько бы вам ни было лет. Смотрите на своих родителей, смотрите на своих наставников. И, исходя из реалий, мирного нам всем неба над головой. Поздравляю вас. Со словами главы округа «Солидарны» и родителей героев торжества, отец Анастасии Емельянова и Александр считают, что стеснение и страх не приведут к победам, а за дочь горд и во всем ее поддерживает. Представляете, сколько один человек может сделать для нашего государства. То есть новые планы. Он может выбрать стать доктором, стать врачом, военным, еще что-то, и принести огромную пользу такому большому государству, как нашему. Анстасия, ну тогда поделись, пожалуйста, какую бы стезю ты хотела выбрать и почему. Скорее я бы хотела стать программистом. Это сейчас очень актуально и для меня это интересно. Как отметил глава муниципалитета Алексей Спасский, Ленинский городской округ – наиболее благоприятная территория для молодежи. Здесь есть все, чтобы получать качественное школьное и дополнительное образование, развивать свои способности и вести здоровый образ жизни. А если ребята захотят продолжить учебу в одном из вузов Москвы, то близость к столице позволит им это сделать. Юлия Погасян, Александр Логинов, Ольга Садовская. ВиднетВ. В образовательных учреждениях муниципалитета проходит акция «Письмо солдату», в рамках которой дети пишут письма со словами поддержки участникам специальной военной операции. Наша съемочная группа побывала в Лопатинской школе, где для бойцов подготовлено более ста посланий и рисунков от учащихся. Учащиеся Лопатинской школы активно принимают участие в акции «Письмо солдату». Первые послания ребят со словами поддержки защитникам Родины были отправлены адресатам еще в июне. Сейчас мы стараемся сделать небольшой фильм на эту тему, о том, как наши письма дошли до солдат. И когда мы узнали, что для них это очень важно, они хранят их в гимнастерках, они вешают их рядом со своими койками. Мы подумали, что, наверное, это нужно. И самое главное, они просто попросили нас об этом. Первоклассники передали рисунки. Кто смог написать, написали письма с родителями. Но в основном от первого класса идут рисунки с пожеланиями. Дальше уже третий, четвертый классы они уже писали письма. Представители Ленинского отделения партии «Единая Россия» побывали в образовательном учреждении и пообщались с первоклассниками, которые вместе с родителями и учителями подготовили рисунки с пожеланиями для военнослужащих. Я желаю тебе, чтобы ты вернулся домой живым и здоровым. Мы вас будем ждать с победой. Я нарисовал солдат в танке флаг России и написал «Удачи ему». Солнце оранжевое, ну я сделал, как будто это закат. Вот тут я сделал танк, и тут еще один танк, а тут солдата. Мы желаем солдату счастья, здоровья, и чтобы он выжил, и ждем его с победой. Приняли участие в акции воспитанники дошкольного отделения Лопатинской школы. Они попросили меня тоже, Алина Викторовна, можно мы передадим свои письма. Писать они не умеют, но они могут. Вот смотрите, какие красивые письма они сделали. И нарисовали рисунки словами благодарности. Письма от школьников будут упакованы в каждую коробку с необходимыми вещами для участников специальной военной операции. Вы такие маленькие, но у вас такое огромное сердце, поэтому я хочу сказать вам огромное спасибо. И чтобы вы передали своим мамам и папам большое спасибо. Потому что и учителю, конечно, обязательно вашей любимой учительнице. Все вместе, и мы, и вы, мы делаем большое дело. Поднимает боевой дух не только песня, но и добрые слова. Ребята верят, что их письма дойдут и заставят защитников Родины улыбнуться. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Они спасают жизни, даря шанс детям с экстремально низкой массой тела. Для них не существует праздников и выходных. Ведь работа отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных не должна останавливаться ни на минуту. Наш следующий сюжет о врачах-анестезиологах-реаниматологах Видновского перинатального центра. Видновчанка Галина Щавелева 18 октября стала многодетной мамой. Третий ребенок в семье – дочка Евгения. Родилась в срок, но с обвитием пуповины и после рождения самостоятельно не дышала. Была оказана адекватная помощь в виде искусственной вентиляции легких масочной. Мы дождались появления активного дыхания у ребенка. Сейчас малышка чувствует себя хорошо и готовится к переводу из отделения реанимации. Роды были достаточно тяжелые, мне кажется, самые тяжелые в мою жизнь. Но я очень благодарна врачам, сестрам, которые помогли. Каждые три часа я могу видеть своего малыша. В последнее время даже могу прикладывать его к груди, кормить, чему я и безмерно рада. Сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных Виннского перинатального центра лежит 17 детей, из них 11 недоношенных, и 5 с экстремально низкой массой тела, и то есть меньше килограмма. Здесь также выхаживают доношенных малышей с различными нарушениями жизненно важных функций, например, с врожденной пневмонией. Сюда попадают не только маленькие жители Ленинского городского округа, но и новорожденные из других городов Подмосковья. Большинство, конечно, это недоношенные дети. Это дети, которых мы любим и обожаем. Вообще все, естественно, анестезиологи, реаниматологи, которые работают в отделениях неонатальной реанимации, они, конечно, болеют этим возрастом, и в нашей специальности остаются только те. Это особенный, конечно, возраст, его надо любить, его надо понимать. Кстати, самый маленький пациент отделения весил всего 450 граммов, но под присмотром врачей малыш смог начать самостоятельно дышать, вырасти и набрать положенную массу. Как только дети начинают самостоятельно дышать, они сразу же переводятся в отделение патологии новорожденных, где дальше уже выхаживаются до доношенного срока и выписываются домой. В прошлые выходные анестезиологи и реаниматологи отметили свой профессиональный праздник. Многие из них встретили его на своем боевом посту. Ведь работа отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных не должна останавливаться ни на минуту. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Судьба человека, судьба страны. Краеведческий семинар под таким названием прошел в историко-культурном центре. На вечере выступили жители нашего округа. Они рассказали о людях, которых уже нет среди нас, о тех, кто уже вошел в историю Видновского края, разделив свою судьбу с судьбой страны. На семинаре побывала Татьяна Брылова. Жительница поселка Измайлова Лариса Гладких и Нина Климкина, обе бывшие учительницы, много лет собирают истории местных жителей. В свет вышли уже три книги, в которых описаны судьбы детей войны. Эта тема мне лично очень близка, потому что мои родители тоже дети войны. Папа, ему было всего 10 лет во время начала войны, он был в оккупации в Барунической области. Мам не было 8 лет. Она жила с семьей в Турии. Они были недалеко от военного завода. Их все время пообили. Очень интересно написала Вера Сергеевна Дукшина. Мы благодарны своей родине. Она нам помогла. Это была первая книга, где она писала о своем детстве. Она писала, их деревню всю сожгли. Я думаю, что же дальше? А дальше она говорит, нас освободили под Курском. Пришли военные, измерили землю, поставили срубы, поставили крыши. И таких историй авторы трех книг, выпущенных за последние 7 лет, собрали множество. Каждая по-своему уникальна. И в каждой судьбе – судьба страны. Как продолжение два документальных фильма о директоре школы номер 6 Иване Подловченко и его учениках, отправившихся добровольцами на фронт. Письма и фотографии, рассказы их детей и внуков помогли сохранить истории подвигов наших земляков для нас и последующих поколений видновчан. Гена учится в начальной школе, поэтому Иван Кириллович пишет письма почти печатными буквами. В письмах он просит сына быстрее учиться читать и писать, слушать маму и учиться только на отлично. Коренная видновчанка Галина Коннова рассказывала о семье своего деда Ильи Петровича Леонова, человека интересной судьбы. В семье Галины Вениаминовны всегда с уважением относились к истории своих предков. Хранились фотографии, записывались воспоминания. Наверное, поэтому биография Ильи Петровича и его супруги Олимпиады Ильиничны была столь подробно изложена в рассказе. В семье постоянно звучали рассказы моей бабушки. Она была прекрасная рассказчица, была пивунья, присунья, необыкновенно активистичный человек. Вместе с мужем они пережили все эпохальные события, которые происходили с начала 20-го века в нашей стране. И революцию 1917-го, первую мировую, гражданскую войну, голод в 20-30-х годах, и ежовщину, и великую отечественную войну. Краеведческий семинар оказался интересен самым разным людям. Это и видновчане, как Александра Ефимовна Черепнева. Пусть и не родилась в Видном, но любит наш город всей душой. Здесь я работала, здесь у меня дети выросли, здесь у меня все. 40 лет прожила, конечно. Мне завод коксогазовый очень много дал. Это и гости города. Любовь Еремина приехала из Царицыно. Я кревет, я историк, я занимаюсь Царицыным. Ну и поскольку я занимаюсь Царицыным, немножко захватываю и окрестности. И мы, общество строжилов и креведов Царицыно, очень дружим с этим центром, очень его ценим. Среди пришедших на семинар наверняка найдется немало тех, кто смог бы рассказать свою историю. Например, Людмила Павловна Ломака. Каждый человек, он, наверное, сопоставляет свою судьбу и судьбу города. Мой дедушка приехал на строительство коксогазового завода в 1946-м, по-моему, или 1947-м году, я сейчас точно не помню. И вот где-то с 50-го года я живу в этом городе. Каждый человек, он, наверное, сопоставляет свою судьбу и судьбу города. Татьяна Брылова, Александр Логинов и Елена Кошелева. Видное ТВ. И о погоде. Завтра будет пасмурно. Днем до плюс 7, ночью плюс 4 градуса. Осадков не ожидается. Легкий южный ветер. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин